Как я отмечал вчера, Запад пока помогает Украине в час по чайной ложке, отчасти потому, что до конца пока не верит в опасность, которая грозит ему с Востока. Как пишет в газете Wall Street Journal американский эксперт Эндрю Мичта, коллективное неверие Европы в нависшую над ней угрозу проступает в форме различных теорий, согласно которым, например, США несут некую ответственность за российское вторжение в Украину, поскольку, как всегда утверждал российский агитпроп, американцы где с самого начала планировали пристроить Украину в НАТО. В Европе также бытует псевдоисторические обоснования нынешнего кризиса, которые, например, объясняют тем, что Украина всегда была частью России или, как минимум, частью ее сферы влияния. Как будто это оправдывает попытки России сравнять Украину с землей. Автор пишет о том, что мы, похоже, не верим, что Украина способна одержать победу над Россией и отмечает, что коллективная неуверенность Запада в себе была главной причиной нашего неумения понять, что в своей речи в Мюнхене в 2007 году Путин, по сути дела, объявил Западу войну. То, что произошло в Грузии в 2008 году, в Украине в 2014, в Сирии в 2015 и снова в Украине в 2022, явилось серией боевых кампаний этой войны. Некоторые говорящие головы продолжали утверждать, что это в лучшем случае была гибридная война, которую можно было удержать в каких-то рамках и что она не должна была мешать обычному нашему бизнесу с Россией. По причине нашего коллективного отказа признать новую реальность, которую Путин создал в Европе, западные руководители до сих пор не донесли до своих народов необходимость перевода производства на военные рельсы, пишет Мечта. Вместо этого военная помощь, которую мы посылаем Украине, в основном берется из наших наличных запасов. Наша инвестиционная политика не предполагает производство добавочных резервов, которые крайне необходимы в условиях настоящей войны. По словам автора, который является деканом колледжа при Европейском центре изучения проблем безопасности в Гармише, Германия, В сегодняшнем противостоянии с российско-китайской татаритарной осью демократии находятся в невыгодном положении. И не потому, что у Запада не хватает денег или ресурсов для того, чтобы дать ей отпор и победить. Нет, дело в том, что примерно так же, как в конце 30-х, Запад просто не верит, что стоит перед реальной угрозой. «Исторические демократии были непобедимы, когда их объединяла общая цель», – пишет Мечта. До тех пор, пока, не веря Запада в нависшую угрозу, не сменится его решимостью сопротивляться, российские и китайские диктаторы продолжат оказывать прессинг, планировать массированные наступления и грезить о грядущих победах». Владимир Козловский Владимир Козловский